Всем привет! Начинаем распаковку графического дисплея XP-Pen Innovator 16. Он мне пришел с Aliexpress, причем очень быстро, даже раньше срока. Это очень круто, неожиданно. Упаковка вся целостная, коробочка обтянута пластиком. То есть, я не волнуюсь, что в этом кто-то открывал. Все отлично. Коробка такая крутая, мне уже коробочка нравится. Сейчас посмотрим, что там внутри. Та-да! Так, графический дисплей, он среди своих таких же дисплеев считается очень-очень тонким. Мне показался тяжеловатым, но я просто первый раз имею дело с дисплеями. У меня раньше был обычный графический планшет. Ну да, в принципе, он тонкий. Он длиннее моего ноутбука, но уже по размеру. Довольно большой, очень даже, я бы сказала, большой. Серебристая крышечка. Это очень необычно, потому что ограниченная серия. Как будто обычная, а не черная полностью. Что мы еще имеем? У нас есть вилочки. Обычная ребра, как у нас. Все обычные вилочки в розетку вставляем. И еще две, которыми я не пользуюсь. В эту вилочку мы вставляем вход, чтобы можно было один из кабелей подключать к розетке. В принципе, его можно просто в USB-порт втыкать на ноутбуке или на компьютере. Но если вдруг нету места, потому что понадобится нам три USB-порта занимать. Нет, два. Да, два. Но все равно. У меня в этом ноутбуке три всего. То есть один можно вывести на розетку. Так, подставочка. Очень удобная. Я, конечно, сразу не смогла выдавить ножки. Но потом у меня получилось очень много паразитных вставочек. То есть ничего никуда не влево, не вправо, не вниз. Не скользит. Все замечательно. Тумбус такой. В нем запасные стержни. Вот не знаю, зачем так много. Я своим графическим планшетом пользовалась, не знаю, лет 6-7. И ни разу не поменяла. Не знаю. Он мне, конечно, немножечко стучился, но мне это никак не мешало. Стилус. Замечательный. Такой красивый тоненький кончик. На кисточку похож. Самое главное, что его не надо ни заряжать, ни батарейки вставлять. Потому что с предыдущим стилусом для графического планшета у меня были проблемы. У меня там потекла батарейка. И она залипла ее только перфоратором. Я смогла... Вернее, мне помогли вытащить. Вот. Тут никаких проблем. Никаких дополнительных зарядок. Ничего. И... Коробочка со слепкими дополнительными штучками. Брелочек. Ну, раз это у нас, да, ограниченная серия. Тут будут всякие милые мелочи. Тряпочка для протирания. У нас дисплей покрыт стеклом. Пленочка защитная. Вот. Ну, все надо протирать. Перчаточка. В принципе, без нее тоже хорошо рисовать. Просто я к ней, наверное, еще не привыкла. Мне не очень пока удобно. С таким разрезом. Провода. А этот провод как раз у нас соединяет планшет. И мы вставляем в губь мне сурзетку. И вот этот большой провод. Один, только один Type-C разъем. Он для дисплея. А все остальные мы втыкаем в ноутбук. Да. То есть, будет занято два USB порта. Подарочная ручка. Обычная ручка. Фирменная только. Классно пишет. И инструкция. Инструкция тоже великолепная. Всего лишь два абзаца. На одной страничке все прекрасно понятно. Но, конечно, надо вчитаться. Все внимательно посмотреть. Если разобраться, то все ясно. И карточки. Как раньше, по почте посылали открытки. Можно также посылать и вот такие карточки интересные. То есть, или серебристые. Все серебристые. Наклеечка. которые у меня уже переклеены к задней крышке. Они тоже такие интересные, на тоненькой бумаге напечатанной. Я сначала подумала, что это переводки, но нет, это наклейки. И они кажутся бледными, но когда их клеишь на светную поверхность, например, задняя крышка серебристая, то они кажутся ярче цвета. А сейчас мы попробуем все подключить. И немножко порисовать. Для начала кабель HDMI подключаем к разъему ноутбука. Черный USB тоже. Красный USB через удлинитель. Подключаем либо ко второму входу в ноутбуке, либо к розетке. Так, и последний провод Type-C подключаем уже в плане. Планшет. Ой, графический дисплей. Все время хочется сказать планшет. Он довольно плотненько сидит, его, конечно, не так быстро подключить, потому что гнездо внутри находит. Но если подключить, то уже он никуда не денется. Так, ну вот появляется наш экран второй. Сейчас мы запустим программку, которая установилась после того, как мы установили все драйвера. Нужно, конечно, было сначала установить драйвера, потом все подключать, включать. Так, вот она. Здесь можно выставить все настроечки и все горячие клавиши. Так, тут есть калибровка экрана. Просто нужно попасть в середину крестиков по очереди. Цветовое разрешение. И уже автонастройки, яркость, контрастность. Оно меня устраивает на 50% все, как есть. Горячий клавиш, что все вот эти левые кнопочки можно назначить на различные команды. Ну, очень хорошо вообще, что их так много. Мне даже немножечко не хватило, я все сейчас назначила. Создадим небольшой документ, чтобы проверить нажатие. Колесико там вообще классное, мне понравилось. Так, интересно приближает сенсорное оно. Очень круто. Именно приближает к той области, где у меня находится наконечник. Так, вот я замечаю отстывание небольшое курсора. Вот наконечник оператор. Но, когда рисуешь, это вообще не чувствуется. Вот совсем. Это очень хорошо. Я назначила на клавище, на ручке увеличение уменьшения кисти. Это, по-моему, самое максимальное, что можно туда назначить. И самое нужное постоянно. Ну, некоторые инструменты я тут еще не назначила, поэтому буду текать их на панели. У нас все замечательно, кстати, с перчаткой все тоже замечательно. Мне поначалу показалось неудобно, но потом я приспособилась и с ней действительно лучше. Рука скользит хорошо. Ну, вот самые необходимые кнопки я тут уже сделала. Отмена. Пластик. Кисть. Обратно. Да, то есть отставание вообще минимальное, его не замечаешь при рисовании. Визуально видно, но при рисовании заметно. Вот. Ctrl D. Отмена выделения я тоже часто пользуюсь. Не назначила. Так, я немножечко вспоминаю, где у меня какая клеша, я еще не запомнила. Но потом это уже автоматически будет. Так, немножечко попробую порисовать. А пока вам расскажу про планшеты, где я его заказывала. Заказывала на Алиэкспресс за 25 тысяч. Хотя в официальном магазине он стоит 7,55. Так что я очень обрадовалась и тут же прямо заказала. Несмотря на то, что это у меня в качестве подарка на день рождения Новый год. Но я решила, пусть у меня это будет сейчас. Эта ограниченная серия, не дай бог, закончится. А тем более за такую цену хорошую. Я его 19 сентября заказывала и у меня было написано на сайте, что будет 29-го. Но он пришел 25-го. То есть меньше недели до 6 дней. Кстати, ссылку на продавца я оставлю в описании, скорее всего. Так что, если кто соберется покупать, еще есть шанс. И точно так же, как и я. И еще раз. Восстание. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я поподробнее покажу, как настроить горячие клавиши. Ну, вначале я выбираю кнопочку, нажимаю горячие клавиши, клавиатура, и, ну, я обычно отмечаю сначала, например, Ctrl, и на клавиатуре нажимаю на нужную кнопочку. Все, окей, окей. Проверяем. Сейчас я включу на горячие клавиши трансформацию, а на вторую клавишу горячую выделение. Надеюсь, вам это видео будет полезным, потому что я некоторые детали, сам планшет, дисплей, наклейки даже, вообще все составляющие немножко не так себе представляла по фотографиям даже. Вот. И когда я распаковала, это было для меня необычно. Все немножко было не так. Я надеюсь, вам это видео поможет, потому что тут все с самого начала, с того, как я открываю коробку, и до теста. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Всем творческих успехов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok